Любой вопрос, что бы вы хотели узнать и спросить. Раньше мы говорили о поцелуях, об отношениях. Ты рассказывала нам. Интересно, что я чувствую, что мое тело влуждается в том, чтобы пришел мужчина. И все это происходило. Получается так, что появляется парень, никаких проблем нет. Когда, например, он целует меня, что-то происходит. Я не хочу идти в секс, может быть. Что-то... Что-то... Ставляет меня спрашивать. Я не хочу идти в секс дальше. У меня возникают различные вопросы. Что это за человек, что я делаю? Я не хочу секса. Я чувствую, что это его желание. Это интересно, что в этот момент я могу прыгать. А могу не прыгать в это. Это мой выбор. Это мой выбор. И я знаю, что мой выбор это не прыгать. Это интересно, что... Это интересно, что... One year... Как продолжается? To be continued? Continue. Continue, yeah. Это продолжается один год. У мужчины преодолит. Появляется ощущение тела, что я хочу это делать. Как только начинают, глаза открываются. Она думает, мастер, что я делал, я не хочу и останавливаюсь. Что происходит? Что происходит со мной? Что происходит со мной? Первое... Во-первых... Секс не против медитации. Иногда может случиться так, что если вы очень глубоко идете в сексе, Вы прикасаетесь к своему центру настолько сильно, что вы не можете так прикоснуться в медитации. Но этот секс необычный. Это очень редко случается. И для этого... Первое... Ты и мужчина должны быть очень-очень много любви. Между тобой и партнером должно быть очень-очень много любви. Я говорю, когда вы встречаете кого-то, во-первых, вы должны пойти в глубокую любовь. Она должна случиться. Сначала должна появиться любовь. Очень сильная любовь. Тогда, если тело встречается, то в порядке. Потому что секс не в порядке. Не такая уж большая вещь. Секс. Большая вещь это... Энергия с энергией встречается. Энергия встречается. Вы очень сдачи друг другу любите. Потому что вы становитесь одним целым в этот момент. И вы идете в это. Когда вы становитесь одним целым, как тело встречается или нет с другим... Ваше сердце... С сердцем встречается. Ваши энергии встречаются. Это не случается с каждым человеком у тебя. Не случается. Это иногда, очень редко происходит. И ты это знаешь. Возможно, в твоей жизни было несколько мужчин или женщин, и каждый человек, он уникален. Насколько глубоко ты с каждым пошла, ты знаешь. С этим высоко очень было, с этим нормально, обычно. Есть разница большая. Это твоя энергия. Я говорю, вот сразу не ходите в секс. Сначала должна быть любовь. Вы помните его, думаете о нем, чувствуете его. Чем больше вы в любовь приходите друг к другу, вы начинаете чувствовать друг другу каждую мысль, каждое чувство друг друга. Даже если вы не находитесь рядом. Ты можешь быть в своем доме, а он в своем. Очень много километров расстояние между вами. Но ты чувствуешь это очень четко. И во-первых, вы должны пойти глубоко в любовь. Затем хорошо, если происходит физическая встреча. Когда ты говоришь, твоя энергия не встретилась с его энергией. Только ты хочешь просто физически. Физически это не. Тогда это придет. Потому что твоя энергия говорит, нет, сначала я хочу встретить его энергию. Я хочу чувствовать. И если этого нет, то сердце говорит, нет смысла никакого встречаться в сексе. Это просто как ткань с тканью, плоть с плотью. И это не глубоко, на поверхности будет. Просто ты что-то выпустишь. Должно быть так, что ваша энергия должна полюбить друг другу. Должно понравиться энергии друг другу. Начать чувствовать. Затем, когда приходит очень сильная высокая любовь, тогда вы встречаетесь и все прекрасно происходит. Ты говоришь, да, мое тело твое, твое тело мое. Все, что мое, это твое. Как одно целое становитесь. Любовь делает вас одним целым. Но без любви, если вы делаете, то между вами будет стена. И эта стена дает тебе ощущение, нет, не нужно это делать. Так что вначале должны встретиться ваши энергии. Вы должны раствориться друг с другом. Тогда секс возникает хорошо. И даже если он не случается, ты будешь чувствовать любовь все равно. Истинная встреча вот такая. Истинная любовь для тебя истинная любовь. Истинная растворение. А обычно в физический секс ничего особого не дает. Как стамени, стамени встречаются. Никакой энергии, никакого чувств, ощущения. Когда нет любви, вот так происходит. Твое сердце говорит нет. Так что во-первых, когда бы это не происходило сейчас с другим человеком, истинная любовь. Первое, что важно случиться, это сильная-сильная любовь. Жди этого. Наберись терпения, не торопись. И тогда ты пойдешь гораздо глубже. Вы прикоснетесь к сердцу друг к другу. Но если сердце нет, встречается только тело. У тебя будет ощущение, что не нужно этого. Твой ум может любить этого человека. Может нравится ему, но сердце нет. Так что во-первых, растворитесь друг с другом. Пусть энергии встретят друг друга. И тогда все правильно. Когда вот так происходит, то очень все правильно и хорошо. Когда вы любите человека, вы говорите, да, все, что мое, твое. Когда бы вы не почувствовали любовь, вы всегда хотите отдать. Что бы он не захотел, вы хотите отдать. Все мое принадлежит тебе. Мои деньги, мое собственное. Мое тело, мое сердце, все тебе отдают. Потому что вы не два, а вы одним становитесь. Любовь убирает я и делает вас целостным. Тогда у вас получается очень большое удовлетворение. Даже в секс не надо ходить вам для этого. Когда вы гуляете вместе, находитесь или просто помните друг о друге, вы наслаждаетесь. И я вот говорю, что если вы любите кого-то, не торопитесь идти в секс. Физически да, это нужно. Но если ты на самом деле в любви, вся эта сексуальная напряженность, она будет растворяться. Энергия та же самая. Когда она в теле, она становится сексуальностью. Когда энергия ваша поднимается, приходит в сердце, та же самая энергия, она становится любовью. И когда она выше поднимается, чем сердце, она становится духовностью. И тогда открывается все духовное для вас. Блаженство, мудрость, различные видения, знания, та же самая энергия. Энергия одна, только когда она меняет положение в теле, секс, в сердце, любовь. Выше блаженство начинается. Так что, во-первых, вам нужно позаботиться о своей энергии. И так же, вот вы медитируете, вы становитесь более чувствительными, больше открывается ваше сердце. Когда вы выбираете партнера, будьте очень аккуратны. Не идите, чтобы просто выпустить из себя это напряжение. Когда вы идете без любви в секс, вы так много темноты берете друг от друга. Там нет света, только темнота, темнота. Очень много темноты. Во-первых, вам нужно, чтобы появился свет. И даже когда любовь встречает темноту, эта темнота становится любовью. Если кто-то хочет вот этих вот отношений, когда вы встречаетесь, сердце говорит нет. И тогда не ходите дальше. Тогда будет правильно. Не слушайте ум. Во-первых, слушайте сердце. Медитация учит вас, как прийти в сердце и начать слушать сердце. А сердце всегда говорит истину. Правильно. Правильно. Так что, если у вас сейчас с кем-то так вот получается красиво, то иди в это, если нет, то и не ходи. И жди, когда существование захочет это, сдайся. И тогда оно, когда это придет, у тебя будет полное исцеление. Даже если у тебя секса давным-давно не было, но когда ты вследишь это, ты будешь исцелена полностью. Без любви это как два камня встречаются. А когда ты в любви, ты становишься подобным цветку, и он тоже как цветок. И два цветка встречаются. Два камня встречаются, появляются только, они могут поругаться, подраться. Война. А два цветка это очень красиво. И когда ты начинаешь там, когда ты готовишься, начать с ним, вдруг сердце скажет, нет. И когда сердце скажет, нет, то не ходи, слушай. Ты можешь даже быть терпеливой с одним человеком, дождаться того момента, когда появится вот эта высокая, сильная любовь. И тогда ты можешь пойти, и все тогда будет правильно. Иначе ты просто используешь и стратишь свою энергию. А если встречаешься с любовью, то встреча происходит с любовью, то ваша энергия усиливается и поднимается. Если вы в сексе встречаетесь с очень большой любовью, то вы не потеряете никакого, ни капли энергии. И даже вы получите еще больше, больше света, больше энергии, больше высоты. И эта любовь совершенно нечто иное. И вот в твоем случае, ты встретила человека, ум говорит да, а сердце говорит нет. Ум знает только одно, как бы мне получить, взять, как бы мне взять, получить это. Любовь или физическая, или деньги, что-либо. Как я могу использовать других людей. Ум вот этим обеспокоен, вот это ему нравится. А сердце говорит, сколько я могу дать, как много я могу помочь. И если кто-то принимает это, то хорошо, да, вы чувствуете удовлетворение, он взял, принял. А вдруг он не берет, если то, ну, вот не берет. А если берет, то хорошо, ну, вот так. Что, во-первых, откройте свое сердце. И, когда вы открываете, то вы будете знать, что твоя энергия узнает друг друга. Твоя энергия не соответствует ему. Не соответствует ему. Тогда энергия скажет нет. И ты будешь знать точно. И когда ты начинаешь слушать свой внутренний голос, никогда не делай ничего против него. Ты потеряешь или получишь в результате, ты можешь потерять все, но слушай его и делай, как он говорит. Тогда сердце будет увеличиваться, расцветать, усиливаться. Не еди на компромиссы. Тогда сердце будет открываться. Потому что ум говорит, о, пришло время, мы можем вот получить вот это использование. Если бы ты и сделала это, секс пошла, после этого ты бы ничего особо не почувствовала. В чем смысл был? Ты просто потеряла свою энергию. Потому что мы встречаемся, мужчины и женщины, для чего? Для любви. Внутри каждый человек хочет любви. Внутри каждый человек хочет любви. И любовь – это реальный халик. И любовь – это реальный халик. Так что, во-первых, должна быть любовь. И тогда все. Тогда ты можешь делать все. Если любовь есть, что бы ты ни делал, все будет правильно, идеально. Вот так. И это не только между мужчиной и женщиной. Это даже в вашей повседневной жизни. Иногда вы хотите кушать. Вы хотите, начинаете, но внутри что-то говорит, нет, я не очень голодна. Или это не то, что я хочу. То есть не делайте этого, если такое есть. С работой тоже самое происходит. Когда вы идете глубже вовнутрь, ваш внутренний голос начинает говорить, я хочу вот это, не хочу вот это. Сколько я хочу спать. Так что медитация делает вас внутренней дисциплиной. Все будет приходить изнутри. И когда все происходит изнутри, то это очень правильно. Все, что исходит из центра, это правильно. Сердце, это правильно. Слушайте свое сердце. И в любом случае обязательно будет так, что сердце с умом будут сражаться, бороться. Родители нас с детства учат, будьте в уме. Социум учат, будьте в уме. Университет, мир. Все говорят, будь в эго. Покажи свое эго, насколько оно большое. Будь в уме. Никто не говорит, будь в любви. Но если вы идете туда, внутрь себя открываете, начинайте чувствовать, слушайте это. Не избегайте. У каждого внутри есть сознание и бессознательное сердце и ум. У всех есть. Когда вы впервые собрали, вам было 7-5 лет. Родители, например, сказали, учителя. Когда вы начинаете делать что-то неправильно, ваше сознание говорит, нет, не делай это. И потихоньку вы перестаете слушать свое сознание и поднимается бессознательно. Когда вы можете и убить друг друга, и побить, и обмануть, все вы можете сделать, не слушая свое сознание. Я рассказываю иногда одну историю, как мы начинаем врать. Вот одна история. Жил-был один человек, сидел у себя дома. Восемь часов утра кто-то пришел, постучал в дверь. Он пришел к двери, посмотрел в глазок. А там стоял человек. Этот мужчина не открыл дверь, ему ушел. Потому что он занял денег у того, кто пришел. И этот человек пришел за долгом, за возвратом. Этот мужчина, дернулся в квартиру, в комнату, подозвал свою дочку. Три-четыре года ей только начала говорить. Он подозвал и сказал, иди, открой дверь и скажи этому человеку, папы дома нет. Она говорит, хорошо. Она подошла, открыла дверь и сказала, дядя, папа сказал, что его дома нет. Дядя, папа сказал, что его нет дома. И он кричал, кричал, ааа, я знаю, что он внутри. Я знаю, что он дома. Он мне деньги не отдает. Выходи. Начал оскорблять, кричать. Он сказал, я в следующий раз приду. И ушел. Девочка закрыла дверь и вернулась. И тут, когда она вернулась, отец начал кричать на нее. Я не сказал тебе так сказать. Что ты ему сказала? Она сказала, то, что ты сказал. Сказала, иди, скажи этому человеку, что у тебя нет дома. Я сказала, что папа сказал, что его нет дома. Где уже? Что неправильно? Она даже не поняла, в чем она была неправа. За что он ее ругал? Потому что она еще хитростей не набралась. Она не знала. Она просто очень ясно, четко, что ей сказали, то и сделала. Истинно, правду. Не делай, как здесь. Когда она не понимала, папа дала одну репетку. Она никогда не сказала так. Она не поняла, и папа ее ударил по щеке, по щеке, по щеке. Она никогда не делала так просто. Она испугалась. И в тот момент она научилась, как быть хитрой. Как обманывать. Иначе дети очень невинные. Они даже не знают, что такое ложь. Как можно лгать. Они целостны абсолютно. Что внутри, то и говорят. Они хотят плакать, плачут, смеяться, смеются. Когда они злятся на маму. Они говорят, я злюсь на тебя, мама. Через пять минут возвращаются. Мама, люблю тебя. Ну вот так они, невинные. Естественные. Никакого лицемерия. Внутри что-то одно, а снаружи другое. Нет, но общество учит нас этому. Как быть лицемерным. Как фальшивистым. Как прийти в эго. Как прийти в эго. Вот это, это эго. Тогда потихоньку, потихоньку мы учимся. Перед отцом мы одни, перед твой другим. На работе босс мы идут дети. Приходит ваш работник, слуга вашу. Вы уже совсем другие. Вы меняете лица постоянно. Потихоньку ваше истинное лицо уходит очень далеко. Потому что впереди его стоят очень много-много лиц. И мы забываем свое истинное лицо. И когда вы забыли, когда вы не забыли, Вы не в настоящем или не настоящем, Вы начинаете чувствовать печаль. Это значит, вы потеряли свою реальность. Вы потеряли свою естественность. Медитация, во-первых, делает вас естественным. Простым. Что внутри, то и вы даете. Дети не заботятся о том, что о них думают. Золотой человек подходит к ребенку и говорит, иди сюда, я тебя обниму. А если он не хочет ребенка, то он говорит, нет, не хочу. И они могут очень прямо сказать, этот человек мне нравится. Он не заботится о том, что вы будете чувствовать при этом. Ну нет, они говорят, что есть. Они спонтанные. Вот это правильно. Они не в печали, у них нет эго. Потихоньку, потихоньку, семья, общество, школа, университеты учит и передает им эго. И я говорю, когда вы идете в социум на работу, это большой, огромный университет, который научит вас как врач. Каждый там обманывает. Если вы правдивы, истинны, они вас выкинут, потому что они вас не смогут переносить. Между вами не будет несложно-то разговором, такого взаимодействия. Потому что все полны лжи. Муж лжет жене. Мать обманывает дочь. Все лгут. Вот я спрошу вас. Может у кого-то есть партнеры, пары, муж, жена. Кто никогда не обманывал своего партнера? Мужа или жену, парня, девушку. Всегда вы говорили правду своему партнеру. Кто? Есть такой человек? Один, два, три. В 40 пупиле, 3 пупиле. Три человека. Вы говорите, что что есть. Если ваш партнер привык обманывать, то очень сложно вам будет вместе быть. Он захочет, чтобы вы тоже начали обманывать. Потому что ложь с правдой не могут ужиться вместе. Темнота и свет не могут быть вместе. И темнота захочет замерзать. Или захочет, чтобы вы тоже стали темнотой. Когда ложь с ложью, то все в порядке. Это везде происходит в мире. Кто приходит к вам в дом, вы хотите быть одни, не хотите никого видеть. В плохом настроении, может быть. Кто-то приходит, а вы улыбаетесь и говорите, заходи, заходи, садись, подпеть чай. Внутри вы чувствуете, когда же он уйдется. Думаете, я хочу побыть один, я не хочу никого видеть. А снаружи вы показываете совсем другое. Вот это эго. Это отдаляет ваше истинное лицо. Это эго. Эго означает фальшивые личности. Так много фальшивых личностей. Очень много лиц фальшивых у вас. И теперь вы медитируете. Смотрите внутрь себя, видите свои фальшивые лица. И когда вы смотрите на это, они исчезают. И в итоге, одно за другим отсматривая, вы достигнете своего настоящего лица. И когда вы идете в медитацию, вы будете становиться более невинными, более естественными, более нормальными. Просто простыми и нормальными людьми. Тантра – это высшее понимание. Будь естественным. Вершина медитации – это тантра. Будь естественным. Если ты говоришь правду человеку, тебе не нужно запоминать, что ты ему сказал раньше. Потому что если ты говоришь ложь, тебе нужно помнить всегда, какая история твоей лжи. А тут вот не надо ничего вспоминать. Мне нужно вспоминать, что же я должен ему сказать. Говори что, что есть. И правильно, если вы идете глубоко в правду, никто не сможет особо с вами быть рядом. Все будут уходить и убегать от вас. Но тот, кто будет с вами, он будет таким же правдивым, как вы. И у вас все будет гармонично. Так что вот сердце твое не понравилось ему, этот человек, а уму понравился. Так что тебе нужно подождать, когда сердце твое скажет «Да». И тогда будет свет. Иначе, если ты не слушаешь свет, свет будет уходить от тебя подальше. И будет только темнота. Тот, кто... Политики, например, они обманывают. Политики означают только вруны. Они только обманывают. Они только обманывают. Только говорят ложь. Я знаю, что иногда приходят ко мне политики. Один мой ученик был политиком. Он пришел. Прикоснулся к моим ногам. Я твой. Я сдаюсь тебе. Чтобы ты не сказал, я сделаю. А когда он идет наружу, в мир, полный. Он хотел, чтобы этот ашрам принадлежал ему. Когда он ко мне приходит, он говорит «Дай прикажи мне, что я сделаю». А когда он отходит от меня, он хочет сам сидеть на этом стуле. И все политики, они... Все хотят сидеть на кресле вышестоящего. Мы всегда рядом с его врагом. Все его врагом. Даже они все говорят «Да, мы твои». Мы твои. Они ему не помощники на самом деле. Они даже могут говорить «Да, мы с тобой в одной команде». Но на самом деле, как только он расслабится, они сразу прыгнут в его кресло. Так что вот все обманывают. Все во лжи. Вот так. Но потихоньку, потихоньку они луют. И даже они не понимают сами, что они луют. Потому что это становится привычкой. Они даже не думают, обманывают или нет. Потому что их сознание полностью очень глубоко внизу. Очень глубоко. Они даже не понимают, обманывают или не обманывают. Они даже не понимают. Они думают, что «Да, это правильно». И они думают, что «Да, это правильно». И они думают «Да, мне приходится, мне нужно обманывать. Это моя работа, я уполномочен». Так что вот так. Так что если вы идете, сердце и сознание будут бороться. Твое сердце с умом будет сражаться. Слушай сердце. Если ты будешь слушать ум, он будет больше. Если будешь слушать сердце, оно будет увеличиваться. И то, что говорит сердце, то правильно. А ум никакого смысла. Если ум будет укрепляться, то ты будешь чувствовать только печаль, страдание. А в сердце, если у тебя даже снаружи ничего нет, внутри ты будешь очень расслаблен и радостен. Персе контролируем, то является клиентом над 신ной очки и аппет Champion. Ставлю езгиан. Выгон.